В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Быть грамотным – это модно. Саровчане написали тотальный диктант. Вальс, кадриль, бачата, джаев. В Доме молодежи прошел галоконцерт творческого проекта «Танцевать легко». Саров против Заволжья. Клуб «Атом». Чемпион Нижегородской области по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. В шестой раз наш город принял участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». Текст для этого диктанта написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. На этот раз за партой во второй гимназии сели около 200 человек. Свою грамотность решили проверить школьники, журналисты, сотрудники ядерного центра и других городских предприятий. Подробности далее. Наталья Шикина давно следила за этой акцией и хотела сама написать «Тотальный диктант». Наконец в этом году ей это удалось. Прийти на акцию Наталью смотивировала старшая дочь. «Однажды в беседе не так давно я начала ее спрашивать, почему там у тебя, допустим, четверка по математике, давай подтянемся как-то. На что мне она ответила, что мама, мы русские люди и главный предмет для меня лично – это русский язык. У меня, допустим, вчера была пятерка в домашнюю работу, а ты хорошо знаешь русский язык». Больше всего затруднений у Натальи вызвала пунктуация. С точки зрения орфографии, как считает женщина, текст Павла Басинского «Критический анализ пьесы Максима Горького на дне» был достаточно простой. «Ну, допустим, прямая речь, я вспомнила, как это оформляется, правильно пишется, я уверена, что написала правильно, а вот двоеточие и тире нужно все-таки повторить». Традиционно на роль диктующих текст организаторы приглашают не только учителей русского языка, но и известных в городе людей. Руководитель пресс-службы городской думы Ольга Щеголихина второй раз приняла на себя эту почетную обязанность. «Я считаю, что эти акции нужны, они именно стимулируют человека к познанию, они стимулируют человека быть неинертным, быть энергичным именно в образовательном процессе». Как считает Ольга Щеголихина, даже бывшим троечникам не нужно бояться присоединиться к этой акции в следующий раз. А те, кто попробовал свои силы уже в этом году, узнают свои результаты после 17 апреля. Сыровчанин разместил в интернете объявление о продаже дома в Темникове. Потенциальный покупатель появился достаточно быстро и предложил продавцу задаток. Сыровчанин согласился, но не задумавшись о последствиях, решил выполнить ряд операций со своей банковской картой, которая ему по телефону продиктовала племянница покупателя. В результате никакого задатка мужчина не получил, а после нехитрых действий у банкомата с его счета списали около 100 тысяч рублей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Поездка в общественном транспорте для жительницы Сарова оказалась дороже, чем обычно. Путь от Вечного огня до рынка АСС обошелся ей в 800 рублей. Об этом позаботились карманники. Данная гражданка зашла в маршрутное такси, в котором было очень большое скопление людей, в том числе и стоящих. Расплатилась с водителем и кошелек положила в пакет сверху. Пакет был частично заполнен. Позже, когда народу стало поменьше, гражданке появилась возможность присесть. Она проверила. В пакете кошелька уже не было. Еще один гражданин лишился своих денег из-за пристрастия к спиртным напиткам. Один из посетителей заведения с древним римским названием увел у подвыпившего мужчины кредитную карточку и отправился с ней по магазинам. Неустановленное лицо. Снялась его карта 11 700 рублей. Путем, ну знаете, да, вот прикладывания, если операция меньше 1000 рублей. 15 раз он воспользовался картой, покупая в основном спиртное в продуктовых магазинах. В ходе оперативно-рыскных мероприятий лицо установлено. На дорогах города на прошедшей неделе случилось 12 ДТП. В трех из них пострадали люди. В одном случае пострадал пешеход, переходивший дорогу по Зебре. Во втором сам виновник ДТП. На улице Харитона под колеса машины попал велосипедист. Водитель, 76-го года рождения, управляет машиной шевеления Нивы на нерегулируемой перекрестке неразначных дорог Харитона-Ленина. Двигаясь по второстепенной дороге, по Харитону со стороны, по объездной он ехал. Совершил наезд на велосипедиста, 58-го года рождения, который двигался по проспекту Ленина с левым поворотом на Харитона, по главной дороге на велосипеде Форвард-Хейспер. Как итог, у велосипедиста сотрясение головного мозга и другие травмы после осмотра врачом был госпитализирован в травматологическое отделение КБ-50. 1 июня вступят в силу правила тюнинга автомобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Раньше официального порядка проведения регистрации тюнинга не существовало. Это приводило к серьезным штрафам даже за минимальные улучшения. Новый документ позволит упростить государственный надзор за транспортными средствами и сделает весь процесс внесения изменений в конструкции автомобилей прозрачным. И понятным. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородском управлении Следственного комитета запустили горячую линию по вопросам защиты прав предпринимателей. Обо всех фактах незаконных действий в отношении бизнеса можно сообщать по телефону 8 920 069 0935. Звонки принимают круглосуточно без выходных. В клинической больнице номер 50 предупредили об изменениях. С 17 апреля забор капиллярной крови в детской поликлинике на проспекте Мира будет временно приостановлен. При необходимости сдать анализ крови из пальца юные пациенты смогут в здании поликлиники на улице Курчатова. На процедуру необходимо предварительно записаться через портал пациента. Организаторы проекта «10 песен атомных городов» выложили в сеть новый клип. Музыканты исполнили песню «Куда уходит детство» на стихи поэта Леонида Дербенева. По традиции в записи клипа приняли участие музыканты из всех закрытых городов атомной промышленности, в том числе и соровчане. Полную версию клипа можно посмотреть на сайте ютуб. Большим галоконцертом завершился первый творческий проект «Танцевать легко». В нем приняли участие 20 танцевальных пар. За полтора месяца обучения конкурсанты освоили 4 совершенно разных хореографических направления. На заключительном этапе танцевального марафона участники представили на суд жюри и зрителей яркие номера и оригинальные костюмы. О том, как проходил финал проекта и кто стал победителем, расскажем далее. Всего 7 недель назад многие из конкурсантов сделали свои первые шаги в хореографии. Наша коллега, журналист канала «16» Дарья Цапарыгина, узнав о проекте, буквально загорелась желанием принять в нем участие. О сложностях постановки танцев и подборе костюмов редакции узнавали из первых уст. В финале она признала, что танцевальный марафон дался ей и ее партнеру Максиму Глотову нелегко. Здесь очень важный момент преодоления себя. Взять себя и сказать, а смогу ли я и дойти до конца, потому что желания бросить все было очень много. Романтичный вальс, задорная кадриль, чувственные бачата и энергичный джайв. Разные по темпераменту танцы требовали от участников полной отдачи во время репетиций. За правильностью выполнения танцевальных элементов следили опытные наставники. Было очень приятно общаться с хореографами, потому что девочки на самом деле очень классные, каждый очень болеет своим делом. Композиции, представленные конкурсантами в финале творческого марафона, совершенно разные по стилю и темпераменту. Чтобы каждый танец стал особенным, участники вложили в них все свои силы и вдохновения. Мнение по поводу того, какой номер удался больше остальных, у Дарьи и Максима разделились. Ну вообще вальс. Да, потому что когда я вот именно надела на себя все, мой партнер и мы встали, и я поняла, что мы крутые. По мне больше всего зашел, конечно, джайв. Мы просто как бы сделали танец, наложили на нашу жизнь, скажем так. Проект стартовал еще в марте. На организационное собрание пришли 100 желающих вступить в борьбу за главный приз. До финала дошли 20 танцевальных пар. Автор проекта Екатерина Сысоева считает, что первый блин не был комом, и танцевальный марафон можно считать состоявшимся. Итоги самые положительные, итоги вдохновляющие, итоги жизнерадостные, жизнеутверждающие. Я наполнена какими-то невероятными эмоциями, все искрит. Мы сегодня поставили очень хорошую точку, даже я бы сказала восклицательный знак в нашем марафоне. Зал тепло встречал конкурсантов, да и сами участники с энтузиазмом прошли все этапы обучения и подготовки к гала-концерту. Поэтому вопрос о следующем наборе в проект напрашивается сам собой. Наверное, сначала надо немножечко отойти от первого, надо подумать, что получилось, что не получилось, проанализировать. Потому что на следующий год, если делать проект, это надо искать что-то новое, какое-то новое слово в формате. В старании конкурсантов жюри отметили в нескольких номинациях. Кроме умения двигаться на танцполе, они оценивали костюмы участников. Родственники, друзья и коллеги, которые пришли поддержать танцоров, также принимали активное участие в голосовании и выбрали пару достойных приза зрительских симпатий. Главный приз в поездку в Казай судейская коллегия отдала Елене Ковалевой и Илье Гайну. В художественной галерее прошли гастрольные спектакли Кстовского театра кукол. Артисты представили две постановки, детскую и взрослую. В основе последней пьесы Антона Павловича Чехова «Две жемчужины русской драматургии» «Медведь и предложение». Это комедийная история о любви, о противостоянии мужчины и женщины, которые помогут зрителю ответить на важные вопросы. На спектакли по произведениям великого русского классика побывала наша съемочная группа. Чаще всего кукольные спектакли заканчиваются для взрослых людей, когда вырастают их дети. Считается, что показать с помощью кукол произведения великих классиков нельзя. Однако это не так. В этом сезоне театр кукол Кстова выпустил постановку для тех, кто постарше. Спектакль о любви «Вот именно» объединяет два произведения Антона Павловича Чехова «Медведь и предложение». Там нет каких-то суперспецэффектов. Там все построено именно на театральном мастерстве, мастерстве кукловождения, актерском мастерстве и действии непосредственном, без всякой лишней приправы. Этот спектакль не только о любви. С помощью кукольных персонажей актеры рассказывают историю взаимоотношений между людьми, о том, как преодолевать споры и обиды, прощать и надеяться на лучшее. Любовь изменчива, и человек порой не выбирает судьбу, которая ему приносит любовь на том или ином этапе его жизненного пути. И человек должен эту любовь принять и быть готовым к ней. Сыграть спектакли по произведениям великих классиков – мечта практически каждого актера, даже того, кто всю жизнь работал с куклами. Взрослому человеку хочется говорить о взрослых проблемах. «Искусство, оно все-таки должно оставаться искусством. Нельзя только детский вкус ублажать». Антон Павлович Чехов виртуозно подмечал нелепые и курьезные в самых обыденных ситуациях предметах и характерах. С помощью кукол актерам Кстовского театра удалось воплотить анекдотичный мир героев великого писателя. Стал известен чемпион Нижегородской области среди команд Нижегородской любительской баскетбольной лиги. В решающей игре в спортивном комплексе «Юниор» встретились баскетбольный клуб «Атом» и «Мотор из-за Волжья». В сложном и напряженном матче саровчане одержали победу над гостями со счетом 88-81 и завоевали титул чемпионов. Спортивный азарт и серьезная конкуренция между непримиримыми соперниками существует уже не первый год. И каждый раз сохраняется интрига. Кто же победит в этот раз? С начала матча саровчане набирали обороты и ввели в счете. Но во втором периоде «Атом» допустил несколько тактических ошибок в защите. Результативные атаки «Мотора» и точные броски со штрафной линии позволили команде догнать соперника. «Тяжелая игра была, тяжело сложилось первые три четверти. Равная игра с обоюдными ошибками». К третьему периоду игроки «Атома» собрались и благодаря быстрым контратакам и грамотной обороне снова получили преимущество. Четвертый период начали с разницы в четыре очка. Несмотря на серьезного соперника «Атому» все же удалось вырвать победу. «Игра захватывающая, сложный соперник, постоянный наш многолетний спальнен партнер, с которым мы постоянно бьемся. И игры получаются очень напряженные, интересные». Со счетом 88-81 наша команда в шестой раз стала чемпионом Нижегородской области. Саровчанам вручили медали и чемпионский кубок. Лучшим игроком чемпионата стал Антон Тришин. «Сегодня спасибо болельщикам, поддержали нас полные трибуны, это очень приятно. Ну и последняя игра дома, выигрывать ее и завершать тем самым чемпионат области, выиграв его, конечно, приятно вдвойне». Сезон завершен, но отдыхать «Атому» некогда. Теперь команда будет активно готовиться к чемпионату России, который пройдет в середине июня в Оренбурге. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите историю тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Дети войны. Они встретили то страшное время в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком, кто-то был на пороге юности. Надежда Викторовна – почтарюк, ребенок войны. Она рассказывает, что далекий 41-й помнит смутно, но то, что война ее встретила во всем своем ужасе, она помнит точно. Это было в городе Горьком, современном Нижнем Новгороде. Дети войны – это граждане, у которых потеряно детство. Это холод, голод, безотцовщина. Как отмечает Надежда Викторовна, детьми войны называют тех, кто родился с 1928 по 1945 год. Потому что тех, кому во время Великой Отечественной было уже 14, считались тружениками тыла. Так вот, что я помню из тех далеких военных лет? Детский садик. Помню, как мы с руководителями или воспитательницами ходили за крапивой, собирали крапиву, для того, чтобы из нее нам варили щи. Женщина вспоминает, когда начинали бомбить, все прятались в бомбоубежище, в котором было холодно и страшно. Когда Надежда Викторовна с матерью не успевали спрятаться в убежище, они оставались дома и героически укрывались от пули осколков. И вот рассказывала один раз, говорит, я сижу, окно здесь, а здесь печка. И вдруг или осколок, или пуля, или что-то, вдруг вылетает, и говорит, ты у меня на руках, я голову нагнула и пролетела мимо головы. Говорит, если бы я не нагнула голову, то было бы, конечно, трагично закончилось. Сегодня Надежда Викторовна готовится отметить 80-летний юбилей. Из-за своей жизни она добилась много. Закончив школу, она поступила в строительный техникум и, выйдя замуж, переехала в Саров. На тот момент еще шатки один. Сегодня Надежда Викторовна – председатель отделения общественной организации «Дети войны». Вот это поколение уйдет и не будет участников войны. И мы, дети войны, останемся последними живыми свидетелями войны. Сегодня в России насчитывается 10 миллионов детей войны. В Сарове их более 6 тысяч.